Субтитры делал DimaTorzok Ты маму потерял, что ли, совсем? Ох, жить не может, а? Ну, что случилось, а? Ну, что случилось? Ну, мама пришла, и что дальше? Соскучился, что ли? Я пришла. Тебя нема. Мой воробушек, мой. Девочки, мальчики, всем привет. И я пришла. Замерзла, как собака. Что у меня на голове? Нормально все? Короче, остановили меня. Развернули меня на полпути. Я сама развернулась. Не могу я дальше идти. Все мои планы рухнули. Пришла я к вам. Пришла к вам. Скучала очень сильно. Ну, потому что я замерзла. У меня все в теплых шанах. О, видите? Дождевики было. На улице холод собачий. Просто собачий холод. Я не знаю, как у вас еще вот этот дождь мерзкий, проливной, этот ливень. Знаете, такая погода, как начало ноября месяца. Жесть. Погода это одно. Но сам факт, то, что замерзли у людей сады. Все, что в садах. Нынче не будет, так как высокосный год. Он уже говорит это сам за себя. Ничего это совсем ягод. Вы даже не ждите. Ну, где-то в теплых краях будут. Ну, и у нас. Привазные у нас будут очень все дорого. Яблок у нас не будет. Груш у нас тоже не будет. Вишни. Сливы, торна, крыжовника. Ну, короче, ягод не будет, девочки. У нее тут вот это сыпь. Я не знаю, что это такое. Прямо, оно, знаете, как палец, что ли, блядь. Какая-то хиромантия нехорошая. Вот. Короче, шла я, шла, девочки. И я так и не дошла, куда мне надо было, мои красавицы. Пришла я в прихмахерскую. Да. У меня по плану сегодня была прихмахерская. Я пришла еще 20 минут. Ее ждала. А я пришла без 15 сидеть. Она пошла еще 20. Она 20 не прошла. Ой. Давайте покорим, что ли. С расстройством. свежая новость из Мариинского посада в республике Чувашия на канале Дюни Багира, девочки. Ну, постригла, бровки, подчипала, все нормально сделала, да. Потом я говорю, сейчас я пойду, говорю, вот в этот. Я собралась в рюкзак с собой, купальник отдела, девочки, ночью. Не верите, что ли? У меня все как положено, видите? Я купаться собралась. Искупалась под дождем. Еще облила какая-то меня машина лужей. Я не пошла. Я говорю, я сейчас пойду, говорю, в этот, прихмахер, свете, говорю, я сейчас пойду наверх, говорю, в этот. Мебельный наш, надо, говорю, да. Сходить, что, говорит, хочешь там? Говорю, столешницу заказать. Давай, говорит, я тебе дам номер телефона. Я, говорит, мебель, ну, в свой салон, она этот, прихмахер, да, у нее там арендованное помещение, и своя мебель заказывала, говорит, у них. Там, говорит, очень дорого, куда ты идешь. Я говорю, я знаю, что дорого. Девочки, я вам вот правду говорю, да. У нас вот эта мебельная фабрика, не фабрика, мебельный цех, это звездец. Там цены, наверное, самые дорогие по Чувашии. Там изготавливают кухни, кровати. Владушка у меня там работал. Он работал до армии. 18 месяцев он там отторопанил. Да. Вот. Цены просто заоблачные, да. Что говорить? Я говорю, ну, а что делать? Говорю, у меня выхода нет, мне нужна столешница. Колька еще орала, что я купила не угловую и не круглую эту раковину. Я купила, она прямоугольная, очень хорошая, глубокая, из хорошего металла. Вот. Как положено. Должна быть раковина для посуды. Я купила не для красоты. Она красивая, она будет красиво. Смотрите, да, она не угловая, она будет идти прямо. Вот. Вот, девочки. Понимаете, она хорошая, она для работы, для посуды, блядь. А не для красоты. Зачем мне это, блядь, вот эта эстетика, вот эта красота, да. Куда-то там, блядь, все будет брызгать и потом все брызги будут вокруг раковины везде. Одна вода будет. Мне это надо, что ли? Вот. И, короче, ладно. Она мне говорит, она ищет номер телефона, не может найти. Скидывает мне ссылку на WhatsApp ВКонтакте этого парня. Мужчина. Кто изготавливается? Севильская, короче, мебель. Вот. У меня приложение, контакты нет. Я зашла из номера телефона, короче, там. Ладно, зашла, короче, пишу, дайте мне срочно ваш номер телефона, мне надо связаться. Я думаю, сейчас я с ним свяжусь по дороге, да, пока я поднимаюсь наверх. А сигареты еще забыла. Сигареты забыла, курить хочу, мать твою, идти, да. Целый час не курила, блядь, вообще пиздец. Думаю, что я буду делать-то? Сейчас дома не поеду от нее на такси, до фабрики туда. Отдай добрый столик, и возьму такси. И как раз он мне тут скинет телефон, и я свяжусь, сможет ли он мне делать этот, значит, стол, солёжность или нет. Ну, я как связалась? Я спрашиваю номер телефона, он мне, ладно, ответил, говорит, и этот, откуда вы туда-сюда? Ну, началась переписка вот это, моздозванство, вот это моздозванство, моздозванство, да, блядь, в личке. Я пока пишу с марпосада, пока я скинула фотку, короче, ну, терчешь эта столешница, да, и жду ответ. А что жду ответ? Он не отвечает мне ничего, ни да, ни нет. Понимаете? И думаю, сейчас смысл мне идти на фабрику? Смысл, да, я хотел на фабрику и потом в бассейн. Вот. На улице дождь, холод собачий, мне вообще не в кайф, честно сказать, потом после бассейна простывать еще, блядь. Там распаришься, выйдешь, да, после душа. Вот. Вот эта вся слякость, эта мерзопахостная погода. Она меня прям давит, честно. Ладно. Я думаю, сама по себе, короче, не пойду я сегодня никуда. Я завтра уже хотела поехать на маникюр, я говорила, в больницу, в кожаной, да, надо мне сходить. Таблетки, это люди, забыла купить, у меня закончились таблетки, но у меня, по-моему, одна таблетка осталась. Девочки, таблетки я начала опять принимать, ну, потому что вот это мне не нравится, штука, по которой у меня вышла сыпь. Цитирезин, алё, алё. Одна таблетка там осталась, короче, на сегодня вечер. Сегодня успею зацкуплю, надо пропить, по таблетке в день пить. Вот. Ну и чё? Сошла сигарету купила, иду назад на остановку в больницу. Трису знакомую. Там поболтали, постояли под березы, покурили. Тоже моя, кстати, подписчица. Полизал. Там поболтали, о жизни нашей, судьбинушке нашей. Помог ли, как говорится. Вот. Тут сказали, короче, что умер человек, вы понимаете. Говорит, его знаешь, умер нежданно. Ну, что-то им и фамилия знакомая и такое, знаете. Когда слышишь о смерти, прям очень неприятно. Вы больше становитесь скверно, скверно. Ещё человек не в том возрасте, чтобы умирать, там ближе к 60, наверное, ему много за 50. Не знаю, девочки, точно. Инсульт. Ой! И так погода-то поганая, да? Ещё пускай там он мне незнакомый, но ушёл из жизни и, как бы, знаете, всё вот это вот. Неприятно это всё, слушайте вот эти новости, да? Нехорошие. И чё? Плюнула я. Этот мне не отвечает в телефоне, козёл. Не за ней да, не за ней нет. Ну, если сказал бы нет, так значит, я пошла бы туда, хоть на эту фабрику, взяла бы так, ты доехала, да? Чёрт с ним. Не в бассейн, так как бы до фабрики доехала, блядь. Всё, планы рухнули. Села маршрутку, приехала домой, вот я она сама. Сигареты, правда, купила. Всё. Сижу и думаю, блядь, план действия. Завтра вот хочу ехать, да? Ещё не писала, не списывалась я с салоном этой красоты-то, красоты-то. Ехать или не ехать на маникюр с педикюром? Думаю, может, ну его нафиг, отложить что ли? Ну, как бы у меня до 20-го ещё числа есть время, но тепла до 20-го не будет. После 20-го идёт тепло. Циклон этот холодный будет до 20-го мая. Ну, не хочется, пускай будет прохладно, да, облачно, ну, блин, но в дождь неохота ехать. Понимаете? Что-то у меня не стоит. У меня планы какие были? В 6 часов поехать, в 6 выехать. В пол-восьмого я была бы в больнице. В пол-восьмого к 8-м я, конечно, не могу записаться через госуслуги, там не записывают кожу вен, да? Ну, там бы, наверное, приняла бы она меня с утра, как бы, да, по нулевому талону. через регистратору. Вот. Про мне такое прям ажиотажа к ней. Я была несколько лет тому назад, здесь, я не помню, что-нибудь. Вот. Потом хотела на 9 часов, на 9.30, на 9.30, скорее всего, я бы взяла бы такси, как в прошлый раз, и от больницы бы поехала бы к ней. Хотела туда поехать, сделать, значит, маникюр, педикюр, и хотела с парнем вписаться, о которой делать тату, оттуда на такси, доехать, ну, короче, сделать тату, ну, там занимало бы у меня время где-то два с половиной часа, маникюр, с педикюром, да? Плюс на дорогу 30 минут, ну, три часа времени, три, час-полтора у меня тату, штатушка, четыре с половиной часа, ну, около пяти часов, и все, и я бы уже вернулась бы домой, у меня планы такие, понимаете, я сразу расписываю день наперед, вот, кожа вен, салон, и татуировка, на тату съездить хотела, все в один день, как бы, да? Так как на общественный транспорт это все долго, тягомотина, я бы поехала бы на такси, просто потом бы домой уже вернулась бы на общественный транспорт, естественно, но в два бы часа бы я бы уже была бы дома, все, в два, ну, от края в три часа, даже если не спеша вообще, вот, завтра у меня облом, потому что я не решила еще с этим, со столом, со столешницей, мне надо кровь из носа, что ты делаешь, где-то мне ее надо искать, если сейчас не получится с этим парнем, с цивисткой, я пойду все равно туда, к нам, ну, что теперь дорого, а что теперь, ну, что теперь делать, ну, они, да, они тогда озвучились, я говорила, да, из керамики, 25 тысяч, ну, не буду я такую дорогую-то, за 20 хотя бы, что ли, не знаю, не знаю, что делать, столешняя-то страна по-любому нужна, кухню-то уже поставили, понимаете, хоть так, хоть так, крути, хоть так, стоит розетая кухня, как сирота казанская, надо доделать, довести до ума, сейчас раковина придет, надо провести там, поставить раковину, да, поставить газовую панель, подключить газ, до ума-то надо довести мне это все, намыть там этот, сделать генеральную уборку этих шкафов, помыть все там, все вот так вот, халамбала, у меня прямо на душе неприятно все, когда вот так все брошено так, хочется порядок навести, потом у меня лапок сейчас, сейчас майские праздники, Колька будет дома, крапиву надо нарвать, суп сварить, вот если я один раз не сварю за май, я раньше часто варила майскую крапиву, когда мы жили в доме, там в обрак пойдешь, там крапива тьма, здесь вот возле дорог неохота собирать, один раз надо сварить крапивный суп, просто надо, она сейчас прям как раз вот такая, прям хорошая, вот, я не могу, я хочу свежий суп с крапивой, со свежей крапивой, с лопухом, когда заниматься с лопухом, блядь, надо, ну лопух это просто, я наверное здесь буду намывать, вон, душевой, наверное туда не пойду, там холодно, здесь теплее девочки, там вообще холод собачий, там я вообще околею, там хоть и ванны, конечно, ванны замачивать надо, но там удобство, без ванны, наверное, не знаю, блядь, без ванны я не смогу, там ванны, там надо намыть, там ванну, и потом замачивать, лопух на ночь это такой геморрой тут в ванной не туда когда туда придется идти а пока пока стекает надо крутить потому что он стекает он сразу вянет донесешь и может быть вялый на все на время идет работа так и так и несколько туда возьмем пушку включить с собой вентилятор чтобы не мерзнуть я подумала подумала девочки прикинула херк и носа на следующей неделе я поеду больницу и медикюр с педикюрами на татушку да уже дождя не будет завтра у меня день не знаю бассейн пойду не пойду но завтра я буду делать столешницу закажу я ее когда-нибудь ну короче это пока я вам сейчас расскажу о своей трудовой деятельности часть 3 3 серия ну чё вышла я в замуж феврале девочки число не помню девяносто пятом году как я познакомилась с мужем спокойным ой я торговала самогонкой гонала самогонку и торговал приносили мне там картошку морковку всякую фигню да и тут говорят мне оля не хочешь купить ковер там как это люди продают ковер короче стены хорошего не знакомый пуша говорит на главном гостях я говорю ну пойдем до 200 рублей говорит сюда здесь что я пойдем посмотрим я пошла туда гостя ковер смотреть и вот мой будущий муж буду не в гостях он сам родом с николаева работал он значит ханты-максиски жил несколько лет много лет ханты-максиски он жил работал водителем обозила рабочих на автобусе познакомился там с медсестрой со скорой помощи вот они поженились она сама саратовская жили нету жили и она его короче позвала как там саратов на родину жить приехать и они переехали переехали у них была собака коля прошло какое-то там время значит а он гулял собакой она нашла с работой и она этот провожал ее военный мужчина домой он увидел что он не только провожала и обнимал и целовал ее ибо женщину вот естественно игры все не понравилось он собрал вещи и ушел ушел он знакомым а знакомые работали на колыме в саратове мужиной марпасадский сейчас не знаю они живые не живые я не знаю девочки они дом потом продают вот и они его позвали к себе в гости марпасад он приехал сюда они короче там выпивали и они вот эти его знакомые продавали со своим они уже вели дом продажи они собирались уехать туда в саратовскую область там купить позвали его с собой в гости вот позвали его в гости плодать слоновой кости тут они бухали и они короче продавали ковер это значит тоже знакомая наша общая пришла она мне говорит тебе там это за самогонка она пришла цветка верни на веку давай посмотрим хороший бы туда-сюда но я пошла ковер смотреть ковра уже так какового не было ковер бы проданы кому-то там не знаю кому там был мой ну так сказать потом но вы исключенный муж вот а значит он предложил с ним познакомиться я сказала как мне зовут он сказал свое имя мы познакомились ну я и не расстроилась что ковра там нету а что расстраиваться да и он предложил меня проводить до дома проводила меня до дома на обратном пути когда он шел назад его забрала милиция тогда милиция была по моему забрала милиция а у него не было с собой документов и его отвезли в этот в ново чебоксарск у нас тут есть в ново чебоксарске ой не в ново чебоксарске в чебоксарах есть этот какого ну люди сажают короче да там кому сути суточные там сидят короче отбывают сроки у меня там колька был кстати 15 суток я вам потом тоже эту историю расскажу вот и вот как пока там выяснят кто это за человек без документов его туда забрали и увезли ну а я ты знать не знаю через пару дней приходит его знакомы ко мне и рассказывает он так и так посадили игорь игородскую талашку забрали вот а евро я тут причем я вообще знать не знаю говорю ничего а он там и сказал и кого он знает рассказал короче говоря да и тут приходит значит через два или три приходит короче участковый ты такого ты знаешь я думаю я рассказала обстоятельства дела как мы с ним познакомились ковер продавали говорю я пошла смотреть ковер ну как все было да я говорю вот так и познакомились он гору меня провожал да вот так вот а у него а он короче сказал значит там следователю а следователь участковому сказал что у него у них документы лежат и вон и паспорт там нужно и вон и паспорт чтобы восстановить личность личные данные ты горит можешь сходить у нее забрать его и принести туда крем вот озадачили такая задача девочки вообще я это человека не знаю ни сном ни духом а почему бы вот эти вот его знакомые да не отнесли не отнести бы ему его паспорт а им нафиг ничего не надо понимаете такие знакомы ну а я же человек на чем самопорядочность ну как надо спасать я как бы я как спасательный круг всю жизнь да я пошла мне же больше всех надо но как мне не понравилось что человека посадили конечно же да ни за что ни про что в каталажку туда просила мне дали паспорт я отнесла туда через два дня его выпускают он приезжает ко мне стучится просится в гости я упустила первый раз тогда дам пустил его в гости разговорили сидели чай пили а вот так уже ближе как бы стали знакомиться да вот посидели пообщались и он мне говорит ой тебе мужик нужен хороший габарит а он в ладошке до тот момент а у сентября октябрь и ноябрь 8 месяца у короче полгода прошло да а сына как отец нужен выходи за меня замуж девка ты какая хорошая понравился я им он мне тоже понравился на мне понравилось мне зацепил его акцент очень сильно очень красивый или конечно он по внешности очень красиво мужчина но был старше меня говорил на 12 на 13 лет вот это но я согласилась что долго ли умею чего идти в замуж что мы пошли на следующий день отдали короче это паспорта написали заявление через месяц нас расписали это в январе в январе было списали нас февраля он пошел устроился на работу он художник был в лесу технику художником вот жили не тужили мама всегда сувала свой нос всегда он помогал мне нянчиться воду ладошки резаться начали зубы он ребят ночью орет вообще сначала спокойно спокойно было потом ночь день ночью припутал а у него заказы работа рисовать надо он спи я его буду качать и вот мы по очереди то я его трясу у меня на плече спит то он его трясет он у него на плече спит потом всегда он его так вот брал да так на руки баран-баран-буму так на руках да вот так вот как неваляшку а то смеется вообще так знаете такое довольно был ну он вел себя прямо знаете как ну как должен вести себя отец минуте нравилось его отношение к моему сыну вот тот очень был довольный помогал не во всем конечно не дарь все мужские дела он выполнял вот и в марте заявился у нас отец моего сына на тот момент он уже был женатый отец женился в августе месяца после рождения моего сына 8 июня я родила так как у меня перед родами обнаружили ой у меня болело ухо перед родами за неделю и у меня ребенок родился этот стафилококком в крови нас не выписывали с роддома три недели я лежала вот в изоляторе под капельниц вот и короче ну тут это и он в изоляторе изолированы мы были долго мы лежали до конца июня он приходил три раза в роддом ну там приносил пеленки распашонки ползунки три пачки смеси принес одеялок ну короче ладно это неважно вот а потом когда нас выписали он пришел в тот же день он с работы приехал он работал этим слесарем в автобусном парке ремонтировал автобусы значит пришел с работы пьяный никогда не забуду уже уже мы приехали домой пришли мама меня встретила после роддома вот принес три пускай черных хозяйственных мыла которые выдавали на работе и я попросила значит завестись с кухни там как у нас прихожая что ли было там типа столовой до квартиры где мы сгорели потом занести то в зал в комнату чтобы я могла его перепеленать мама годовая сама буду пеленать он расплакался там у нас тогда когда я рожала у нас в роддоме не было того чтобы пленать детей у нас это делали там специально нянечки в отдельной палате дети лежали я это делала первое я сказал что никому своего ребенка не доверил дайте мне сюда стол стол постелить одеяло там пеленки это все 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 же у нас было наглажено все готово было мама во время беременности искать свои халатов сшила пеленки вручной машинке надушки со швами наружу бутылочки у меня сервизованные были уже соски все готовы накрыто все было подгузники из марли он целая стопа лежал тоже стиран и все это кипяченые хозяйственном мыли все проглажено все все было нас стерильно кот у меня барсик был которого я котенка взяла с мажайской привезла он был раз большой и он всегда уложился нам дали коляску а коляска верхушкой не закрывалась там все уже готово лежал и код всегда у меня барсик мой ложился туда а я его ругала потом мама шила из марли такой чехол сверху на коляску чтобы вот туда не ложился так вот стал ложиться под к под коляску да барсик потом у нас задохнулся в дыму во время пожара барсика не стало у нас вот салон там под горелым столом маму на кухне вот я потом вам расскажу и вот и что я хочу сказать вот это отец моего сына владушка плакала он говорит он приехал под шапой он говорит это что за обезьяна лежит и вот этих слов мне хватило на всю жизнь чтобы его возненавидеть я его сильно любила его раньше любила очень сильно да вот и родился он конечно у меня сына от любимого человека да и когда он произнес вот эти слова ладошка еще лежал на диване а салон они уже занесли я его прям я вам клянусь я его возненавидела просто возненавидела да я ему сказал пошел вон чтобы твоей ноги здесь никогда не было никогда обезьяна это ты вот для каждой матери свой ребенок самый лучший и это даже не обсуждается самый красивый самый сладкий на свете я его выгнала и он женился он женился на на наташи то забеременела и уже где-то было полгода как она была беременна и вот он марте месяца нарисовался к нам в гости и сотрет он пришел спиума и говорит я хочу познакомиться с мужиком который теперь растет моего сына или ты кто такой чё тебе надо он просто он кто-то звонит он говорится на перезвонить он говорит я гордый отец моего сына это сына да я пришел я пор не лезь нам в семью он стал лезь он периодически уходил потом приходил а вот игорь себя мой муж вел себя очень спокойно адекватно даже дела один раз дошло до того что мы когда гуляли на коляске ладошку водила вот и дело дошло до того да он схватил коляску и посадился восьмой автобус последний был у нас лаз один в автобус сел с ребенком с моим и мне пришлось тоже сесть ребенком в автобус и поехать и ночь баксарс потому что он не отдавал мне ребенок он привез к себе домой и познакомил моего сына то бишь иона иванова да его тоже своими родителями это я была второй раз жизни и в последний раз у его родителей в гостях когда мы встречались он меня один раз возил знакомиться с родителями и вот потом уже наш сына привез родители конечно очень хорошо встретили очень хорошо встретили стол накрыли в ладушку в ванной посадили купали его там как утенка утенка игрушки там мы какие-то нашли компот помню достали трехлитровую банку с викторией поили нас там чем-то еще кормили угощали и нам конечно же пришлось там ночевать вот а куда деваться ночью на дворе но они отнеслись очень хорошо он там сидел в ванной эту бабушка там его родители они же бабушка с дедушкой тогда он только ну тогда и было было стричь то она одна одна была единственная всегда всю жизнь у ладушки а у меня вторая встреча тоже последняя была она в этой жизни они там с ним и возились там и люлюкались там ну все там знаете вот так было все хорошо вам конечно же я его ругалась если мне это очень сильно не понравилось я переживал за игры тогда у нас телефонов не было не было я не могла еще сообщить на следующий день я приехала домой с ладушкой утром играть не все спокойно очень рассудительный спокойно мужчина все было нормально ну а дальше дальше . мне нужно позвонить и потом я вам расскажу следующей серии ладно ну потому что девочки время 36 минут но давайте еще чуть-чуть посидим еще чуть-чуть длинное видео получается куда деваться надо раздеться позвонить там кто-то срочно звонил какой-то был два раз звонили вот жили нету жили так мы потом конце концов игре от нас отрезался этот отец сына перестал ходить я бы очень просил для игр сказал не ходи ты к нам весь нашу семью драки там не было никакой там просто спокойно такой рассудительный мужик тут всегда приходил под шофе такой знаете на портах это его конек потом значит я где-то ближе к мою оформила и.п. и.п. я стала ездить москву купала вещи продавала на рынке у нас на базаре ну как у нас у нас то где автовокзал был старый там там был прилавок там лабаз был старый прилавок сделали там торговали торговля была там а вот я занималась торговлей да мама в тот момент помогала нянчиться потому что мы жили в двухэтажном деревянном доме на четыре семьи на втором этаже у нас жили родственники это бабушкина сестра с мужем и значит их дети младше с ними а старше в соседней квартире а на первом этаже значит моя мама была в одной квартире во второй мы с латушкой ну и соответственно мой муж вот так муж и не работал техникуме скандалы были у нас всегда с мамой она всегда совала свой нос может дали комнату в общежителю снова техникума и он очень сильно просил нас ладиком меня собрать ладика и уйти из дома потому что ну хоть и мы не жили в одной квартире но у нас дверь была внутри да и она была всегда вхожа в нашу квартиру и везде сувала свой нос везде всегда вот ну я не могла уйти потому что я очень сильно боялся там просто комната и там никаких условий нет а ребенка надо было купать каждый день купали мы каждый день ходили за водой за талонку грели его ванну эмулированную этот отец латки принес купили всякие травы в аптеке в коробках заваривали вках каждый день меняли эти травы купали ванны вот естественно там таких условий бы не было бы в общежитии поэтому я сказала нет я не пойду туда но мама тут тоже не давала нам жизнь все ей не так и все было не слава богу а то она такая у меня и мама вот а была я когда беременная да приходил отец ну моего сына тоже его звали и зовут Игорь поэтому говорю отец мы хотели пожениться он мне сделал предложение я помню четверг день назначен был а мама потеряла свой кошелек который лежал на сундуке будь он не лазил а кошелек упал за сундук и она обвинила Игоря отца тогда будущего отца моего сына нашего сына что он вор что он вор он своровал у нее кошелек и все деньги вот но явно же это неприятно каждому человеку да когда тебя обвинят в воровстве да ни за что не прошло он сказал что я не брал денег она сказала что взял и конечно же это когда я еще была беременная мне было месяцев 7 наверное 6 беременности он перестал к нам приезжать естественно мы не поженились соответственно вот а мама потом где-то через пару недель отодвинула сундук убирала что-то она там и нашла кошелек с деньгами и во всю рожу смеялась свою наглую и даже не извинилась и не просила прощения она не читала нужным извиняться а скорбить и унизить она всегда первая извиняться она никогда не будет это ее характер вот так вот так и потом он только приехал как приехал когда я уже была в роддоме а у меня ухо болело немножко вернемся назад у меня ухо болело 4 часа утра я проснулась до этого я клеила обои прихожей бумажные сама клеила столки были низкие вот где-то за 2 дня поклеила обои все чистенько сделала ну все готовилась к родам ходила за водой на колонку с фляги тягала 40 литровые и в бедрах носила я никакого выкидыша даже не думала что выкидыш будет и это жила себе припевающе и в ус не дуло вообще а что хотела рассказать девочки что-то тема у меня ушла куда-то из головы блин хотела что-то раз у меня у меня прям выпало что я рассказывала выбило меня мысли ушла мысли представляете как бывает вот говоришь говоришь а мысль куда-то уходит она в сторону до этого до этого до этого и потому по тому самому не помню я хоть расстрелять убиралась а ухо заболело да ухо заболело я проснулась и кричу такая не боли мои ушника а лечение никакой не было назначено потому что ну я же была в положении и врач мне ничего не назначила что-то какие-то капли там я не помню ухо сильно болело и вот а рожать я должна была вообще по срокам в конце мая у меня сваток нет я говорю мам почему нету сваток она говорит не знаю мы вообще ждали в мае в конце мая я хотела его майк вам назвать вот я уже знала что у меня пацан будет все говорили что у меня девочка будет тогда узи аппаратов не было я он мне пинался вот так ходил туда сюда ходу ног живот у меня здоровый такой был я говорила нет это пацан это пацан это майкл да это был мой майкл майкл потому что он долго было родиться в мае ухо заболело 8 июня да я проснул стал реветь одна сама собой потом я уснула в 5 часов утра а потом у меня заболел живот в 6 часов утра я проснулась от боли в животе не живота мама сказала ладно в больницу я сказала нету какой-то сериал девочки был вот этот мексиканский сериал я смотрела в телевизоре в 9 часов потом в 12 должен был быть сериал или в 11 я уж не помню я говорю сейчас после сериала поедем а сватки увеличились увеличились увеличивались и увеличивались после 12 маму вызвала скорую помощь я надела ночную сорочку чистую халат и меня возили в больницу там сделали укол какие-то капельницу поставили вот и сказали в 3 часа 3 часа у меня уже мне подожили в палату тут рядом тоже женщина лежала со схватками умирала орала я говорю а что она орет так сильно я не думала что я так буду орать мне капельницу поставили и врач сказала егерю тогда у нас была гинеколога она что-то там посмотрела и говорит родишь вечером часов 6-7 была среда вот теперь эту где-то в часа в 4 повели рожать у нас одна палата родильная была одно кресло напротив там напротив нашей палаты предродовой и родовая и тут я начала орать а у меня Тамара была санитарка ой нянечка не санитарка как она нянечка не санитарка а нянечка да она живет в суть чего ее зовут Тамара это Марат она придет ко мне в палату что орешь что орешь не орите лов много посидите пожалуйста со мной я не могу умираю я от боли она закроет дверь в палату сиди лежи время еще твое не пришло тут мама принесла какао полтора литровую банку в окно стучит я вам показывала кстати на ютубе свой роддом да одноэтажный его сейчас потом снесли стучит я встаю вот так за тубочку схватилась и говорю что тебе надо она какао показывает я тебе как пошла вон я тебя видеть не хочу ору ей в окно и девочки у меня так схватили схватки что я взяла и обоссалась прям в прямом смысле слова короче насала я на пол да что скрывать потом короче меня легла мама ушла она передала какао то ага или уж какао ушла я не знаю девочки не помню я уж этим какао вот тут заходит значит вот эта Тамара и говорит у тебя что воду отошли что ли а я говорю не знаю я не признала что я обоссалась она не поняли она проверила говорит нет у тебя вода на месте хоть стой хоть падай я откуда знаю там вода или че на тот момент восемнадцать с половиной сколько восемнадцать с половиной лет было ну больше половины лет восемнадцать мне исполнилось пятого октября вот ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль Фу, что я считаю? Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Вон. Короче, 18 и 8 месяцев. Вообще салага, да. Откуда я знаю, там вода или что, вообще. Это сейчас подготавливают, блин, девчонок, не знам как, да, специальные курсы ведут. А у нас никаких курсов не было. Вода там или не вода там. Короче, я знаю, что я пописала. Орала вообще безбожно, благим матом. Кошмар. И вот потом, короче, 2 часа ведь надо лежать после родов на кресле-то. Ту женщина-то ее, все, она ушла тут после родов, все, или там везли ее, не знаю я. Вот, а меня 18.30 и туда. Пойдем, говорит. Я говорю, а как идти? Все схватывает. Как идти? Я говорю, я вот так. Не могу. Залазь, блядь. Как я, девочки, один бог знает, как я на него залезла еще с таким животом, и тут все болит, и тут живот, вот, вес уже туда вниз, да, уже все, короче, там уже все. Как крыла-бырла. Как это, курица эта, курнисушка, да, такая. 80 килограмм чистого веса было. 80. Весила 48 я до беременности. 80 килограмм. Мама индоутка. Или индюшка. Сиськи четвертого размера. Четвертого. С первого размера четвертый размер. Мамин без галтера одевала. Мамина платье джинсовое. На мне было, я носила его. Вот так. Да, такая я была штучка. Ого-го. Все в растяжках. Сиськи в растяжках, живот весь в растяжках. Ляжки все в растяжках. Все растянулось у меня. Все такая бомбина. Ну и сейчас я ничего тогда выгляжу. Вроде в соку. Ну, тогда кожа была упругая, естественно, молодая. Сочная, мощная. Чего говорить? Вот. И положили меня. Давай, говорит, рожай. А я что, умею, что ли? Дыши, говорит, это. Как они сказали? Не в голову. А как-то по-другому дыши, девочки. Я неправильно там дышала что-то. Я не знаю. Ну, короче, они тут поднажали. Потом поднажали. Вот так сверху поднажали. И он, короче, выплыл. Как паруш одинокий на поднос у меня. Вот так выплывает туда. Вместе с водой. Поднос там стоит, лежит. Ну, в руках у них. Я голову задрала. А он вот так вот, да, головой вперед. И ножки у него. И сзади яички виднеются. Я говорю, пацан! Откуда ты знаешь? Я говорю, вон яйца торчат. Радости не было вообще предела. 18.45. Среда. 8 июня 1994 года. 1994 года. Родился мой пацан. Ну, конечно же, потом я его передумала называть Майклом. Я думала, лежала в палате, как его назвать. Я хотела его в честь деда назвать Аркадием. Потом подумала, могут ли его обзывать Аркашка-какашка? Нет, мне это явно не понравилось. Я очень много имен пересчитала всякие, да? И у меня пришла в голову Владислав. Владислав Игоревич. Владушенька, душенька. Душенька, душа моя. Душа моя. И я на этом имене не остановилась. Вот так. И поэтому моего сына зовут Владушенька-душенька. Владушка. Ему не нравится, когда я его называю Владушкой, потому что он уже взрослый. А я как хочу, так и называю. Меня это мало волнует. Нравится, мне не нравится. Правильно? Так что вот такая история. Часть моей жизни с вами поделилась. Вернусь в Изра... Ну, вроде бы наперед, говорила, немножко вернулась назад, да? Потому что, видите, этот-то я не рассказала. Не рассказала, надо же рассказать было. И потом мы вот жили, не тужили. Занималась торговлей, ездила в Москву. Муж работал. Была я замужем. И все было бы хорошо. Но потом... Было очень страшное, непредвиденное обстоятельство. И об этом я вам расскажу в следующей серии. А сейчас вам всем желаю приятного просмотра, конечно же. Спасибо вам всем за лайки и комментарии. И доброго вам всем дня. А я пошла раздеваться. Я уже согрелась чуть-чуть. Я чуть-чуть согрелась. Смотрите внимательно. Багиру на канале Дневник Багиры. Из города Мариинский, посада Республика Чувашия. Продолжение следует... Продолжение следует...